В течение месяца мы задыхаемся от едкого запаха. Откуда он идёт, непонятно. С вытяжки, вытяжки, говорят, работают. Но мне кажется, что этот запах везде. Каждое утро Оксаны и маленького Димы начинается с приёма антигистаминных средств. В особо едкие дни на помощь приходит маска или влажная марля. Без них в квартире попросту невозможно дышать. Это сладкий запах, травы горелой, какая-то химия, что-то, ацетон как будто там присутствует. Такие едкие пары, что начинает щипать язык, щёки горят, во рту сухость появляется. Сильный химический запах Челябинка заметила в январе. С тех пор без головной боли и скачков давления не проходит и дня. Пик загазованности с 8 утра до 3 ночи. Один раз химатака была настолько мощной, что маму с малышом увезли на скорой. Ребёнок несколько дней провёл под капельницей. Диагноз – отравление парамиоцетона. Ребёнку 11 месяцев. Если я так себя плохо чувствую, что творится в его организме? При этом сильно пахнущими средствами женщина не пользуется из-за аллергии. А последний ремонт дома делали 6 лет назад. В управляющей компании, по словам Оксаны, в ответ на претензию покрутили пальцем у виска, предположив, что запахи ей просто мерещатся. Но когда дело запахло керосином, рабочих всё же прислали. Однако пропенивание швов и розеток проблему не решили. Наши системы, за которые мы несем ответственность, работают абсолютно в исправном режиме. Посторонних предметов никаких не обнаружено. Сколько раз мы там были, мы особо каких-то химических запахов не заметили. А вот соседей по подъезду нюх не подвёл. Правда, происхождение неизвестных паров каждый из жителей объясняет по-своему. Кто-то грешит на любителей кальянов. А некоторые даже подозревают, что в доме может быть тайный наркопритон. Я астматик и чувствую все эти запахи. Похоже на что-то сладкое. Более едкий какой-то. Он прямо врезается. Лёгкий. Вот такая дымка, но что чувствуется сильно. И начинаешь кашлять. Вызывает кашель сильный. Оксана уже пыталась искать спасение от травли у правоохранителей. А после звонка журналистам в загазованной квартире побывал и участковый. Но предполагаемых химтеррористов так и не нашли. По всем заявлениям женщины, сотрудниками отдела полиции Центральной управления ВД России по городу Челябинску проведены проверки. По результатам которых признаков правонарушения либо преступления не выявлены. От отчаяния и страха за здоровье ребёнка Оксана уже раздумывает о переезде. Но надежда ещё есть. В управляйке пообещали снять натяжные потолки и поискать там возможную утечку. Если это не поможет, женщина обратится в ГЖИ и Минздрав. А до тех пор матери с ребёнком придётся спасаться мокрыми простынями и переводить дух в подъезде. Наталья Петрухина, Азиз Хаджиев, 31 канал.